МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бывший начальник городского райотдела МВД Снежногорска признан виновным в убийстве. Таможенников был убит выстрелом в голову из огнестрельного оружия. При проведении комплекса оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий было установлено лицо, совершившее данное преступление. Кольский районный суд вынес обвинительный приговор Сергею Юденко. В ходе судебного следствия Юденко вину не признавал полностью, выстроил защитную позицию, в ходе которой пытался доказать, что его действия носили характер необходимой самообороны. В декабре 2012 года прямо в собственном автомобиле был в упор застрелен мужчина. В апатитах пойманы наркодилеры. Во время штурма установленной квартиры бойцами спецназа наркоконтроля злоумышленники попытались избавиться от имевшихся у них наркотиков. Однако благодаря профессиональной и оперативной работе сотрудников отдела специального назначения вещественные доказательства уничтожены не были. Чтобы уничтожить улики, один из задержанных попытался съесть приготовленные к продаже запрещенные препараты. Ревность стала причиной жестокого убийства в поселке Росляково. Мужчина с помощью кухонного ножа, который попался ему под руку, расправился со своим оппонентом. Бывший начальник городского отдела МВД Снежногорска признан виновным в убийстве. Кольский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Сергея Юденко. В декабре 2012 года это убийство поразило своей жестокостью. Прямо в собственном автомобиле был в упор застрелен мужчина. Все указывало на заказное убийство, но, как позже выяснили следователи, преступление стало результатом многолетнего конфликта. Познакомились участники этого конфликта в далеком 1998 году. Тогда нынешний подсудимый Сергей Юденко уже работал в органах правопорядка. Много лет будущая жертва преступления Алексей Таможников был его осведомителем. Благодаря такому сотрудничеству оказались за решеткой несколько преступников. В их списке в итоге появилась и сожительница Алексея Таможникова. В рамках оперативно-основной деятельности установил общение. В 2009 году по информации Таможникова были привлечены к уголовной ответственности и осуждены Буцейцына Калягина, бывшая сожительница Таможника и Чириню. Таможник определил ему претензии по поводу закон привлечения сожительницы Буцейцына к уголовной ответственности. В результате сложилась конфликтная ситуация. Год спустя, со слов самого Сергея Юденко, в адрес его семьи стали поступать угрозы. Подсудимый сделал вывод. Это дело рук Таможникова. С тех пор конфликт между сторонами только нарастал. Правда, Юденко к тому моменту уже уволился из органов. Апогея конфликт достиг 12 декабря 2012 года. Тогда в районе обеда Сергей Юденко назначил встречу своему оппоненту в районе дороги к поселку Минкино. Таможников приехал на своем любимом BMW 3-й серии с номером 002. Юденко же на место будущего убийства привез знакомый на внедорожнике «Лексус». Именно эту японскую машину в итоге видели несколько человек, кто проезжал в тот вечер мимо поселка Минкино. Их показания были озвучены в ходе вынесения приговора. Таможников был убит выстрелом в голову из огнестрельного оружия. При проведении комплекса оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий было установлено лицо, совершившее данное преступление, которым оказался бывший начальник Снежногорского БВД Юденко Сергей Борисович. Сама ссора произошла в машине Таможникова. Владелец BMW сидел на водительском месте, Юденко на месте переднего пассажира. То, что случилось далее, сам подсудимый представил как драку, в которой он был обороняющейся стороной. И он начал на меня, на меня, нет, нет, корпусом села. Вот так вот, и вот голову развалил, как-то вот такая вот. И вот где-то вот в этот момент, вот так, даже произошел, не произвел. Ну, может, я нажал, может, он сам. Он так вот обмяк, я руку так держал. Вот так вот. Да, да, вот так вот завалился. В ходе судебного следствия Юденко вину не признавал полностью. Выстроил защитную позицию, в ходе которой пытался доказать, что его действия носили характер необходимой самообороны, а Таможников погиб в результате несчастного случая. Однако не без помощи современных экспертиз стражи порядка доказали. Единственный выстрел в голову Алексея Таможникова был совершен умышленно. В ходе ссоры с Таможников, испытывая личное неприязненное отношение к последнему, реализуя свой преступный умысел, направленный на убийство Таможникова, осознаваясь, что своими действиями он может причинить смерть Таможникова и желая наступления таких последствий, воспользовавшись тем, что Таможников, находившийся на переднем водительском сидении автомобиля, отвернулся от Юденко в левую сторону, с заранее приготовленным пистолетом ТТ произвел один выстрел в голову Таможникова. После преступления Сергей Юденко покинул место происшествия. Уже спустя час убитого и нашли случайные свидетели. Выйти на след главного подозреваемого было достаточно сложно. Однако сотрудникам СКР удалось это сделать. В итоге суд, рассмотрев в ходе разбирательства это уголовное дело, вынес обвинительный приговор. Ближайшие 9 лет бывший полицейский приведет в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции. У сторон процесса есть такое право. В Апатитах пойманы наркодилеры. Сотрудники управления ФСКН России по Мурманской области задержали двоих жителей города, которые подозреваются в распространении запрещенных препаратов. Причем, чтобы уничтожить улики, один из пойманных попытался съесть приготовленные к продаже наркотики. Операция по задержанию подозреваемых была проведена оперативно. Сотрудники управления ФСКН за оборотом наркотиков одновременно зашли в квартиру подозреваемых через дверь и через окно. Правда, один из задержанных тут же высыпал приготовленные для продажи свертки себе в рот. Видимо, так он решил избавиться от улик. Но мужчина не подумал, что столь крупная доза запрещенных препаратов его может просто убить. В настоящее время сотрудниками следственного отдела управления наркоконтроля по Мурманской области возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам приготовления к сбыту наркотического средства героин в крупном размере. Задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Во время штурма установленной квартиры бойцами спецназа наркоконтроля злоумышленники попытались избавиться от имевшихся у них наркотиков. Однако, благодаря профессиональной оперативной работе сотрудников отдела специального назначения вещественные доказательства уничтожены не были. В ходе обыска, проведенного в их квартире, наркополицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство героин массой более 6 грамм, шприцы, упаковочный материал, электронные весы и несколько мобильных телефонов. Кроме того, оказалось, что на момент задержания мужчина и женщина находились в состоянии наркотического опьянения. Ревность стала причиной жестокого убийства в поселке Росляково. Мужчина с помощью кухонного ножа, который в ходе ссоры попался ему под руку, расправился со своим оппонентом. По закону, за подобное преступление он может попасть за решетку на срок до 10 лет. На этих кадрах следственного эксперимента мужчина подробно рассказывает обо всем, что происходило в его квартире в тот злополучный вечер. Началось все с дружеской посиделки с участием семейной пары и их общего знакомого. Выпили много и, видимо, поэтому главный подозреваемый не сильно отдавал отчет своим действиям. Позже следователи СКР установили, что он нанес несколько сильных ударов ножом обидчику. Мужчина посчитал, что знакомый слишком рьяно ухаживает за его супругой. И вместо того, чтобы, скажем, разобраться на кулаках, взял в руки холодное оружие. В итоге потерпевший скончался на месте происшествия, не приходя в сознание. Сейчас свою вину подозреваемый полностью признает и сотрудничает со следствием. Предварительным следствием установлено. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поселке Росляково Мурманской области, в квартире одного из домов на улице Североморское шоссе, после совместного распития спиртных напитков, используя в качестве орудия преступления кухонный нож, нанес потерпевшего множественные колото-резанные ранения шеи, а также передней и задней поверхности грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Крупную партию героина обнаружили сотрудники Апатитского межрайонного отдела наркоконтроля. Нашли ее оперативники рядом с одной из остановок за городом. Видимо, владельцы зелья таким образом хотели передать запрещенные препараты покупателям. Сотрудники наркоконтроля получили оперативную информацию о том, что тайник с запрещенными препаратами находится именно рядом с этой остановкой в безлюдном месте. При обследовании и был найден крупный сверток. Его после осмотра сотрудники наркоконтроля отправили на экспертизу. Специалисты установили, это было наркотическое вещество героин массой почти 200 граммов. Подобная партия является особо крупным размером. Сейчас сотрудники наркоконтроля ищут владельцев тайника, а также тех, кому и предназначался смертоносный груз. В настоящее время по факту этой находки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотического средства в крупном размере». Виновника еще одного убийства предстоит найти следователям СКР. На этот раз преступление произошло в городе Заполярный. Уголовное дело уже возбуждено. На этих кадрах, снятых сотрудниками следственного управления СКР, следы жестокого преступления. Многочисленные кровавые пятна многое могут рассказать стражам порядка. Дело за экспертизами. Именно с их помощью можно будет восстановить все подробности происшествия. В настоящее время стражи порядка уже вышли на след главного подозреваемого. В следственный отдел по городу Заполярный поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов по улице Бабикова трупа женщины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа. В ходе осмотра на теле погибшей было обнаружено колото-резное ранение в области шеи. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 4 ст. 111 УК РФ, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть. В настоящее время следственными органами проводятся следственные действия оперативно-розыскные мероприятия, направленные как на установление обстоятельств, произошедшего, так и на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Взятка сотруднику полиции при исполнении им служебных обязанностей – тяжкое преступление. Однако некоторые водители считают, что только подобным образом можно избежать привлечения к административной ответственности. Но в Мурманской области такая практика не работает. И к нарушениям административного кодекса с подачи самого водителя прибавляется еще более тяжкое нарушение кодекса уголовного. В рамках операции «Встречная полоса», которая проводится сотрудниками мурманской полиции, выявлен уже не один десяток тех водителей, кто игнорирует требования разметки и знаков, запрещающих обгон. В этот список попал и водитель белого микроавтобуса «Вольксваген». Он начал свое общение с сотрудниками полиции с предложения денег. В итоге наличность нарушитель стражам порядка передал. И теперь ответит за преступление перед судом. Ему может грозить штраф в размере нескольких десятков тысяч рублей. Патрульным экипажем ДПС был выявлен автомобиль, который совершил обгон, зоне действия знака «Обгон запрещен». После чего данное сообщение было передано на составный пост ДПС, где автомобиль был остановлен. В ходе составления административного материала гражданин Республики Дегриджи Сан предложил сотруднику ДПС договориться и не составлять в отношении него материал за денежное средство, то есть за денежное средство в качестве взятки. Инспектор отказался. В дальнейшем был составлен административный материал в отношении данного гражданина. После чего гражданин, будучи не согласен с тем, что его остановили и задержали, он предложил денежное средство инспектору за уничтожение данного материала и иные обстоятельства. Инспектор отказался от денежных средств, сообщил о даче ему взятки державничать МВД России по Кольскому району. Прямая связь с полицией у граждан в кармане. Министерство внутренних дел выпустило специальное приложение для смартфонов. Благодаря умной программе без лишних усилий можно узнать расположение ближайшего отделения полиции, контактный телефон вашего участкового, а также сообщить о противоправных действиях в режиме онлайн. Подготовку к запуску мобильного приложения МВД России вело в течение года. Собиралось и обрабатывалось огромное количество информации. Теперь каждый владелец смартфона на операционных системах iOS и Android может стать владельцем своеобразной универсальной тревожной кнопки. Всего два клика и вы на связи с ближайшим к вам отделением полиции. Программа способна определить место расположения пользователя и показать на карте, как удобнее добраться до отделов и опорных пунктов охраны порядка. Что особенно ценно в период отпусков, ведь найти полицейских в чужом городе иногда совсем непросто. Также благодаря проделанной работе в приложении можно получить информацию об участковых уполномоченных полиции, узнать, где они находятся и по какому графику работают. Даже это еще не все. В программу заложено огромное количество справочной информации от Кодекса административных правонарушений до информации о штрафах ПДД. О программной новинке полицейские рассказали журналистам во всех городах России. Скачать приложение можно на официальном сайте МВД в разделе «Мобильное приложение». Мы находимся в городе и нам необходимо обратиться к участковому. Здесь есть раздел «Наш участковый». Обращаемся к нему. С помощью системы геолокации определяется ваше местоположение и сразу же даются ориентиры в ближайших опорных пунктах, где находится участковый. Здесь представляется сразу картинка с фотографией, со званием, контактным телефоном, часы работы и непосредственно тот район, который обслуживает данные участкового сотрудника. Ближайшее от того места, где мы сейчас находимся, 609 метров. Это по выбору участковых. За прошедшую неделю на территории Мурманской области произошло 20 пожаров. Один человек погиб, один человек пострадал. 15 мая произошел пожар в поселке Молочный в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Молодежная. В результате подгорела пища, на место пожара пострадал один человек, который был госпитализирован. Причина произошедшего устанавливается. 18 мая в городе Апатиты произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Козлова. В результате в прихожей были повреждены постельные принадлежности и ковер на площади 1 квадратный метр. С места пожара был спасен мужчина 1963 года рождения, который не пострадал. Причина пожара устанавливается. 19 мая в городе Мончегорске произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома на проспекте Металлургов. В результате пожара обгорело кресло. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина 1949 года рождения. Причина пожара также устанавливается. За прошедшую неделю на водных объектах Мурманской области происшествия не зарегистрировано. Ежегодно с наступлением весеннего периода возрастает количество пожаров, возникающих не в жилом фонде. Ежедневно пожарные выезжают на тушение палов травы. И, как правило, виновниками возгорания сухого травяного покрова являются люди. В связи с этим, Главное управление МЧС России по Мурманской области напоминает северянам о необходимости отказаться от преднамеренного выжигания сухого травяного покрова. Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и своих близких. Мурманская область Причина продает радиограммой. Обнаружен лесной пожар в двух километрах от выходного. По такой легенде начались уникальные масштабные учения, в которых приняли участие около 70 работников тревожных служб и 12 единиц техники. Отработались сразу три варианта в одном. То есть лесной пожар, угроза перехода лесного пожара на населенный пункт и угроза объектам железной дороги. Зачастую при возникновении природных пожаров вблизи места катастрофы нет подходящих водоемов для забора воды. В таких случаях используют специальный бассейн. Его объем 27 тысяч литров. Пожарный поезд, увидеть который приходилось далеко не каждому, способен не только наполнить четыре таких емкости, но и самостоятельно участвовать в ликвидации пламени. В тушении лесных пожаров принимает участие специальный пожарный поезд, цистерна которого вмещает 60 тонн воды. Это примерно 15 стандартных пожарных машин. Петр Демушкин работает на этом поезде четыре года. Попал в отряд сразу после армии. За годы работы обладел всеми возможными навыками пожарного. А ведь с некоторым снаряжением справится не каждый. Это переносной лафетный ствол Комбитор 3000. Он способен с подачи воды максимальной 3000 литров в минуту. В суточный боевой расчет пожарного поезда заступают пять огнеборцев. Но в учениях в тушении природного пожара приняли участие все штатные сотрудники. 27 человек. Наличие такой единицы техники – необходимость. Поезд не раз участвовал в ликвидации не только условных, но и реальных пожаров. Недавно, знаете, случился случай на нефтебазе. А как-то лет 5-6 назад был прорыв трубопровода. И все это топливо текло и горело к порту. И вот нас ставили внизу на нижней ветке, на рыбной станции такая есть. Одной из первых к очагу возгорания прибывает группа работников авиабазы на шестиколесной американской машине «Полярец» с дизель-генератором и цистерной на 300 литров воды на борту. Конструкция автомобиля с легкостью позволяет маневрировать в лесополосе. Особенно важна проходимость в сопках. Одновременно с ним подъезжают пожарные расчеты. Организовать слаженную работу сразу трех экстренных групп одновременно – МЧС, авиабазы и железнодорожного состава – задача не из простых. Но развернутый за две минуты после приезда головной штаб с ней справился успешно. В ходе учений мы увидели, что слаженность есть, структуры готовы, ведется подготовка. Есть, конечно, недочеты некоторые, но это все в процессе учений исправляется. Взаимопонимание всех структур имеется. Я считаю, что к пожароопасному сезону мы подготовлены. Подобных учений на территории Мурманской области еще не проводилось. И хотя с условным противником пожарные справились успешно, злоупотреблять элементарными требованиями безопасности не стоит. Ведь любой окурок, брошенный в сухую траву, может вызвать масштабную природную катастрофу. Если вы оказались в спорной ситуации и нуждаетесь в совете специалиста или стали свидетелем аварии и пожара преступления и сняли происходящее на камеру мобильного телефона, звоните к нам в редакцию по телефону 70 13 70. А я прощаюсь с вами. До встречи в эфире на Артик ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин